ребят всех приветствую как смог так успел приехал к своему заказчику сразу извиняюсь за то что темно в питере в 5 часов уже такая темень какие-то поля не разбирают сделаю обзор покажу как это все у них происходит ребята сразу от себя проговорю блин вот в такую теме работать это вообще не хорошо окей вы можете уследить где ваши там напарники где кто но помимо таких напарников да у нас есть еще не забываем есть просто прохожие есть деваки есть дети которым почему-то обязательно нужно проходить вот вот по этой дороге и никак ее обойти нельзя следовательно намного безопаснее работать в светлое время дня 30 метров кронировал все это дело и сколько времени занял ну смотри задача была такая что надо было кронировать верхушки сняты там дальше как раз идет высоковольтный провод и забор и трубы то есть кронирование завязываю завешиванием завешивали до ветка которая падает я ее роняю это которая должно по траектории провода на провода упирается естественная ее с веревкой а чего по объему вот я так понимаю вокруг вот все вот эти тополя но я не вот эти вот а те которые вдоль домов домов до идут их надо от кронировать а и верхушки снять но и оставить 8 метров до ну не не 8 вот видишь как вот эти оставились обычно просят намного меньше в общем потом с той стороны здесь береза береза надо благородить то есть сухие ветки отсечь вот и верхушечки тоже где-то одну треть сверху снять они высокие там всего сколько деревьев всего ну более больше стадии 10 дней ровно тебе выделил плюс минус да я думаю что там можно будет свистить намного а вылаз тебя сегодня еще три альпиниста еще один подсобник одного подсобника нет поэтому один тоже вот в общем вот снять также вот эти ветки которые надо дома безопасным проезды и безопасным относительно домов короче тебя еще будут принимать из может еще что-то появится после да когда ну возможно да но я думаю что нет приемка не думаю чтобы жестко сильная была очень сложно дерево это вот это было угловое там прямо сетка из проводов такая паутина и каждую ветку мы практически с веревками спускали и вышку тоже туда не поставить было вышку как раз вышка мы и делали плюс я туда еще забирался кроме вышки еще на гафах вот от вышки еще плюс выше ребята порекомендую от себя вышки вышки бывают разные я понимаю в регионах там небольшой выбор по крайней мере про питер вот здесь вот такая зиловская вышка во первых у нее если так назвать еще вот одно но 2 коленная до получается 22 22 во первых зилы они очень медленные там пока переставляется пока это все и как бы это мучаешься и во вторых проходимость они она двухусная если нужно заехать куда-то на газон и если ну какое-то болото как в питере бывает такое что ему не встать вот мы любим мы заказываем либо японскую пожарную машину если надо я тебе потом контакте дам найду чем плюс там машина с компьютером там человек пришел нажал кнопочку она сама разложилась да там не бегает человек вокруг там ничего не раскладывает вот но второй минус у нее то что она тоже малопроходимая в японии дороги хорошие не то что в россии да вот на такие объекты когда нужно заезжать как здесь блин не видно на камере но что ну сюда заезжать может быть если надо да она будет утопать поэтому он защищи подкладывать да да здесь газоны эти клумбы какие-то бывают трехосные в питере есть эти вышки камазовские они по-моему у них 6 на 6 нет подожди сколько 6 на 6 короче все колеса ведущие трехосная еще плюс у нее два колена точнее не два а три колена вот так на этой вышке вот здесь вот покажу вот здесь колено еще вот такой вылет здесь еще одно колено и чё и в чем более это она у нее удобство она подходит к тем местам которые достать доходит да она может обойти провод до встать как-нибудь над проводом если но в основном ребята которые управляют этими вышками они умелые и они тебя поставят как угодно вот минус у японской вышки то то что она телескопическая с одной стороны это большой плюс это очень быстро но когда нужно подлезть где-то вот как у ребят здесь да с проводами не всегда это получается возможно но там уже надо по место смотреть у нас вторая вышка уехала сейчас 15 метровая она как раз телескоп но вот как раз на небольшие деревья и для того чтобы ну подготовка под кранирование верхушки да вот сняли что могли вот это вышка телескопическая и вопрос как цены насколько цена больше у японской вот это которая что верно смена это у нас гораздо дешевле а сколько там уже но ребят каждый смотрите по себе знаю что но 14 в питере у нас такая тема что у нас два часа подачи и 6 часов работы вас также сейчас два часа подачи 7 часа может я ошибаюсь может быть но кара с 9 в питере нету такого что можно вызвать на час на два вышку да у нас вызывается она только на целый день ну если в городе в черте города хочу добавить что можно половину до полдня сделать ну наверное не знаю вот те те с кем я работаю не бывает такое но они сами не очень хотят конечно полдня но когда вот у них простое бывают они соглашаются ну наверное да ладно чего пойдем не будем отвлекать серёжа сильно пойдем и он заказал товар ему отдадим